Ну и о громких увольнениях российских генералов поговорим с нашим следующим гостем. Это Илья Пономарёв, бывший депутат Госдумы Российской Федерации. Здравствуйте. 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 Итак, четвёртый командующий за четыре месяца. Герасимова отстранили, Дворникова отстранили, Сердюкова отстранили. Теперь вот Суровикин появился. Что стоит за этим? Ну, какой-то такой метод случайного подбора генералов? Нет, ну, просто решение же реально принимает лично президент России. И он непосредственно вклинивается в процесс управления войсками и лично принимает решение. Поэтому и со стороны генералов есть очевидное недовольство этим простым фактом. Но и, кроме этого, и со стороны президента. Но он видит, что результатов нет. Это они же публично говорят о том, что мы так и хотим продвигаться медленно, мы это просто людей бережём и так далее. А на самом деле Путин уже неоднократно ставил задачи по полному занятию, как минимум, территории Луганской и Донецкой областей. Но даже в Луганской области этот вопрос не решён. А уж в Донецкой этот вопрос даже не начинался. Ну и личные качества генералов, наверное, тоже какое-то значение имеют? Ну да, у них была большая ставка на Дворникова, да, потому что командующий Южным округом. И вроде там были первые большие результаты по занятию южных территорий Украины. Но, опять-таки, это видно, что это не от того, что генерал толковый, а от того, что просто там было проще. Хорошо, следующий вопрос. В России сегодня отмечают День дружбы и единения славян. Ну, наверняка какие-то народные гуляния будут, да? Украина же к празднику, в кавычках, получила массированные ракетные обстрелы практически всей территории. Да, есть погибшие и раненые. Как вот это всё уместить в одну реальность? И вообще, зачем в России придумали этот праздник? Это же основной пропагандистский нарратив, направленный на россиян. Для россиян очень важно считать, что это не захватническая война, а наоборот освободительная. Что россияне пришли на помощь братьям в Украине, что они их освобождают, что они борются с нацистами, борются с летворным влиянием Запада. Ну, конечно, что на самом деле просто люди ждут, когда же их наконец освободят. И поэтому любые здесь такие праздники и так далее, это всё лыков строк. Вчера Лукашенко приехал в гости к Путину в Подмосковье. 30 июня должна состояться ещё одна их встреча, а теперь вот на территории Белоруссии. О чём эти двое могут говорить? И получится ли у Путина дожать Лукашенко, чтобы он вступил в войну против Украины? У Лукашенко же они долго встречались. Они встречались три дня в завидовании. Это не Подмосковье, это Тверская область. Такое хозяйство ещё с старых советских времён, оставшееся президентом Российской Федерации. Я честно думаю, что более реальная задача для Путина – это скорее Сувалковский коридор. Коридор, который соединяет Беларусь с Калининградской областью. И именно эта та территория, на которую Лукашенко легче склонить, чем на вторжение в Украину. То есть он хочет склонить Лукашенко, пробить коридор его силами, да? Да, да. Чтобы белорусская армия в этом участвовала, как союзнические действия, ОДКБ и все дела. Потому что на это, по крайней мере, проще уговорить белорусских военных, которые совершенно не горят желанием лезть в Украину. Все же видели результаты и никто не хочет опять-таки оказываться крайним в этом вопросе. Но вот интересно, если все-таки они предпримут против Литвы хоть что-то, это ведь конец будет фактически России и Беларуси. И вот тоже ситуация странная. То есть Беларусь должна начать войну против НАТО, да, вот по мнению Путина? Ну, совершенно верно. Он хочет ему подставить, да, то, что в крайнем был формально не Путин, не Россия, а, значит, это вот сложности, которые есть у Беларуси с Литвой и Польшей. И, значит, якобы Лукашенко по своей инициативе решает эти вопросы, а Путин как бы как всегда ни при чем. Нас тут нет. Ну, то есть это стандартная его в этом смысле тактика. Но я абсолютно уверен, что Лукашенко сам не горит желанием лезть на рожон. И так же, как он тщательно петлял, чтобы не дать свои войска для вторжения в Украину, думаю, что в этом вопросе он тоже не хочет быть крайним. Он прекрасно понимает, чем это для него может закончиться. Ну, видите, вот они только встретились и на Житомирской области уже полетели ракеты с территории Беларуси. 24 ракеты. Я не думаю, что это непосредственно взаимосвязано. То есть это скорее действие самой России. То есть Россия хочет всячески подчеркивать, что Беларусь на ее стороне и делает все, что нужно. Мы же понимаем, что стреляют непосредственно российские установки, да, не белорусские. И это все-таки другая красная линия, когда сами белорусские части начинают участвовать в войне. Пока Лукашенко делает все возможное, чтобы от этого воздержаться. А как бы вы вообще могли описать статус, наверное, Беларуси сегодня? Можно ли сказать, что фактически она находится в оккупации, под прямым управлением и командованием России? Нет, я думаю, что это было бы не точно так сказать. Она, безусловно, находится под очень большим влиянием России. И там всевозможное международное давление, которое оказывается на Беларуси, оно только укрепляет эту связку. Я считаю, более рационально на самом деле для нас и для всего Запада было бы стараться отколоть Беларусь от России. И Лукашенко не хочет сдать суверенитет, он не хочет превратиться в субъект Российской Федерации, не хочет стать подчиненным Владимира Путина. Но и твердое нет он сказать не может. Не может он же сказать нет. Ну, конечно, потому что он очень зависим. Зависимость, она, безусловно, происходит. Но, тем не менее, Путин вынужден с ним договариваться. Если бы Лукашенко был бы в статусе губернатора, там какой-то территория решалась вопросом телефонного звонка. О том, что, то есть, я тебе приказываю сделать то-то и то-то. А сейчас надо договариваться. И, конечно, для Путина эта ситуация некомфортна, потому что Путин давно привык, что ему ни с кем договариваться не надо. Что он действует исключительно кнутом и пряники не нужны. Вот интересно, если все-таки не удастся договориться, то на какие шаги мог бы пойти Путин? Ну, я думаю, что скорее всего все-таки не удастся. Я думаю, что вероятность того, что удастся, она меньше. Но она, к сожалению, не нулевая. И тут уже вопрос, что будут делать сами белорусы. Мы видим, что сопротивление вот этому российскому влиянию в Беларуси, оно только возрастает. И на самом деле сам Лукашенко, его пестовал очень долго, он все время вот так вот старался пройти между струек, вот между двумя крайностями и донести до белорусов, что я батька, я, соответственно, тот человек, который является гарантом независимости. Вчера Сенат США принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма. И вот после подписи Байдена Россия окажется в компании Сирии, Северной Кореи, Ирана. Что это может на практике означать? Вот как изменится жизнь обычных людей? Ну, насколько мне известно, исполнительная власть Соединенных Штатов, администрация Байдена, она категорически против того, чтобы признать Россию спонсором терроризма. И это связано прежде всего с тем, что если это произойдет, то с точки зрения самого американского законодательства, возможность что-либо делать по российскому направлению будет резко сокращена. То есть закон будет запрещать американцам вообще какие бы то ни было контакты без особого разрешения государственного департамента. Это, конечно, очень сильно свяжет руки для любых дипломатических действий, вплоть до отколования каких-то олигархов от Путина и так далее. То есть в этой ситуации, грубо говоря, все русские становятся автоматически плохими. Будет ситуация такая же, действительно, как с Ираном. Они там не будут иметь права не пускать никого из русских на территорию Соединенных Штатов по обычным визам. Выдавать новые визы, естественно, тоже не могут. То есть это очень резко сократит маневр у американцев. И я не думаю, что это сейчас произойдет. Если случится, я думаю, что это будет означать серьезное даже внутреннее поражение Байдена, потому что это означает, что он совсем не может контролировать сам свою внешнюю политику. С мемориалов Катыни убрали флаг Польши. Мэр Смоленска написал, что это решение Министерства культуры и назвал его правильным. Зачем российские чиновники это сделали? Они хотят еще больше испортить отношения с Польшей, Евросоюзом, еще больше накалить обстановку? Вы очень правильно сказали, что это делают чиновники. Чиновники стараются всегда бежать впереди паровоза и говорить, что я самый лояльный, я главный путинист. Просить себе какие-то карьерные за это продвижение, плюшки и так далее. Они понимают, что если они переборщат, им погрозят пальцем, скажут, что вы тут чересчур были активными, но их не накажут. А вот если они что-то не сделают, то тогда может быть, конечно, наказание. Поэтому я думаю, что это просто процесс, который отражает общее такое настроение в российской элите. То, что транслирует Кремль, весь этот угар псевдопатриотический, который транслируется по каналам российского телевидения, чиновники уже это воспринимают как команду к действию. И поэтому эта спираль конфронтации, она только закручивается все туже и туже. Но то, что касается Катыни, ведь это очень знаковое, очень трагическое место для поляков. И большинство из них уверены, что самолет с президентом Кочинским упал там не просто так. И вот вокруг вот этого места устраивать вот такие неприятные демарши, убирать флаг, это очень больно будет бить по нашим польским друзьям. Нет, конечно, это фактически Россия, то, что она так делает, она дает лишний повод говорить о том, что да, это именно Кремль стоял за катастрофой этого самолета. При том, что я лично считаю, что это не так. Я считаю, что это был несчастный случай. Но кому-то это докажешь. Если ты травишь своих оппонентов новичком, и это действительно делает с российским руководством, ты убиваешь своих оппонентов в разных странах мира, то почему ты не можешь отдать команду на уничтожение бывшего польского президента. То есть легко. Ну, брат погибшего президента уверен, что у них все-таки есть все доказательства? Ну, я знаю, это позиция. Вот нынешней польской правящей партии, они считают, что это так. Но это еще раз скажу, это же политика, да? То есть поэтому каждый использует тот нарратив, который ему выгоден. Я когда еще был в России, я там видел внутренние материалы этого расследования и так далее. Поэтому мне не кажется, что это так, но еще раз скажу. То, что делает сейчас Кремль, он фактически говорит, да, это мы. Спасибо вам большое за ваш комментарий. На связи со студией был Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы Российской Федерации.